Всем привет! Меня зовут Тигран, я работаю в Joom уже чуть больше полугода. И сейчас я расскажу немного про то, как мы в Joom сделали свой сервис по исправлению опечаток и ошибок в поисковых запросах от пользователей. Ну, сначала немножко вводных, какая у нас вообще постановка задачи. У нас есть сервис Joom, это площадка для онлайн-торговли. Продавцы заходят, через специальное IP выгружают нам свои товары, пользователи заходят, покупают эти товары, продавец связывается с логистами, они это все как-то доставляют. И вот так это все работает. У нас маленькая команда, сейчас это примерно 60 разработчиков, мы чуть-чуть больше двух лет уже в релизе. И что касается поиска, то на него у нас приходится примерно 40% покупок. Ну, то есть вот эти все сценарии, когда поискал что-то, кликнул в выдаче товар и потом нажал купить, вот это по сравнению со всеми остальными источниками, вроде там листания главной страницы, какой-то рекламы в Facebook, это где-то 40%. Ну, это какая-то колеблющаяся доля в зависимости от всяких изменений, которые мы выкатываем в поиске и на главной странице, и в других местах, которые связаны с покупками. У нас где-то несколько миллионов поисковых запросов в день. И из этих поисковых запросов примерно на 10% приходятся пустые выдачи. Прям ничего не нашлось, грустная картинка, ничего не нашлось, поищите еще, поищите по-другому. И это очень большое число, 10% пустых выдач, это звучит как кошмарно много на самом деле. Казалось бы, хоть что-нибудь-то можно найти. И, соответственно, мы, конечно, хотим это исправить. Пустая выдача – это вообще довольно плохо само по себе. Почему? Потому что специфика нашей платформы такая, что очень многие покупки пользователи совершают спонтанно. Листал рекомендации, понравилась картинка, купил. Ну, если вы полистаете, там бывают неожиданные классные вещи, которые улучшают неожиданным образом вашу жизнь, о которых вы обычно не знаете. Поэтому, когда пользователь пришел и решил что-то поискать, это уже априори какой-то более заинтересованный пользователь, которого мы вообще-то очень хотим удовлетворить в том, чего он ищет. И, кроме того, видя пустую выдачу, пользователь может решить, что у нас какой-то ограниченный ассортимент. Это то, что мы регулярно видим в отзывах на PlayMarket, например. Того нет, сего нет, удаляю. Это печально. Поэтому мы, конечно, хотим, чтобы если у нас это есть, то мы уж точно что-нибудь нашли. И проблема в том, что пользователи тоже несовершенны, как и мы. Вот это я взял топ слов из запросов с пустыми выдачами, собственно. То есть реальные запросы от наших пользователей. Да. Просто ассасины. Соответственно, нам захотелось в какой-то момент сделать сервис, который бы исправлял это дело и заменял футболки на футболки, которые может наш поисковый бэкэнд переварить. Ну и мы, конечно, хотели бы ничего не делать, потому что, как известно, если вы написали код, то значит что-то пошло не так. Но тут есть проблема. Если мы хотим, например, взять какой-то внешний IP, который бы для нас это делал, как мы сделали это, например, для всяких переводов, описаний товаров. Это плохая идея, потому что у сервиса довольно специфический лексикон. Всякие разные товары, которые у нас есть, еще не попали в академические словари. Даже Google не исправлял гироскутер на гироскутер, как он это умеет, возможно, вы имеете в виду гироскутер, когда я готовил эту презентацию. Также были какие-то попытки прикрутить существующие решения прямо к поисковому движку до того, как я пришел в команду. Ну и вроде как они не дали какого-то убедительного результата. Поэтому мы решили сделать свое. И сейчас я вам немножко расскажу, как это, в принципе, делается и что у нас получилось. Мы построим какую-то модель, которая будет предполагать, какую фразу пользователь имел в виду, когда задал нам то, что задал. В этой модели будут параметры, которые мы, понятно, обучим по каким-то нашим данным, которые у нас имеются. Что же касается построения этой модели, она зиждется на вот таких двух основных предположениях, что пользователи пишут чаще правильно, чем неправильно, и совершают одни ошибки чаще, чем другие. Ну, понятно, если мы не предполагаем, что пользователи чаще пишут правильно, чем неправильно, то, скорее всего, мы по большому счету не можем ничего сделать, кроме как нанять 100 филологов, чтобы они сделали нам словарь, который бы обновлялся, чтобы они следили за трендами в области того, что продавцы выкладывают на платформу и в таком духе. И второе предположение, пользователи совершают одни ошибки чаще, чем другие. Ну, это предположение, которое позволит нам сделать относительно качественную модель. Ну, мы увидим, в общем, почему это важно и почему это нам помогает. Модель такого рода обычно делится на две крупных компоненты. Это модель ошибок и модель языка. На запросе, вынесенном в название доклада, я покажу, как распределяется ответственность между этими двумя компонентами. Это, кстати, тоже реальный запрос из логов. Мой любимый. Любимый, потому что в нем есть сразу все виды проблем, с которыми мы сталкиваемся. Тут есть орфографические ошибки. Да, вот это она. И есть опечатки. Буква К стоит очень рядом с буквой У, поэтому я предполагаю, что пользователь все-таки хотел виртуальную реальность, а не вертикальную. Собственно, модель ошибок у нас занимается тем, что для каждого слова входной фразы генерирует какой-то топ кандидатов. Типа, какие слова пользователь теоретически мог иметь в виду? Как-то отранжированные. Ну и обычно на первом месте стоит исходное слово, если оно словарное. Ну и дальше какие-то близкие слова по каким-то метрикам, с которыми мы сейчас разберемся. И когда она сделала это для всех слов, которые есть у нас в запросе, модель языка выбирает, какие же из них собрать фразу. Мы видим, что вертикальная действительно тут ближе всего, но было бы ошибочно взять ее в качестве ответа. Соответственно, модель языка у нас знает какие... Называется модель языка, потому что она знает немного о нашем языке. Она знает, какие фразы люди используют в нашем языке, какие не используют, какие слова там могут идти друг за другом, а какие, скорее всего, не могут идти друг за другом и так далее. Собственно, примененная вот к этой нашей фразе, она нам выдаст правильный ответ, потому что вертикальная реальность никого не интересует, по крайней мере, среди наших пользователей, по крайней мере, в 2018 году. Ну и сейчас я расскажу вкратце про то, как устроены эти две модели, именно те их варианты, которые мы взяли для нашего сервиса после какого-то ресерча. Модель ошибок. Подбирает нам кандидатов для каждого слова, в том числе правильно написанного. Чтобы подбирать кандидатов, нужно откуда-то этих кандидатов брать. То есть нам нужен какой-то словарь. Я перед этим говорил, что словари — это плохо, потому что словари не успевают за нуждами нашего специфического сервиса. В скольких словарях русского языка вы найдете слово гироскутер. Но, тем не менее, для работы модели ошибок, конечно, какой-то словарь нам нужен. Как вариант, мы можем просто взять какой-то топ популярных слов из какого-то корпуса, и у нас получится какой-то набор слов, которые можно считать словарем. Это будет такой шумный словарь, в нем будут основные слова, которые нам нужны. Будут, скорее всего, популярные ошибочные написания. Но это не страшно, мы это порешаем на уровне модели языка с помощью предположения, что правильные слова все-таки встречаются чаще, чем неправильные. Будем считать, что словарь у нас есть. Теперь нам нужно для каждого слова найти кандидатов, похожих на него. Ну, самая простая идея, которая приходит в голову, это взять просто ближайшие по Ливенштейну слова. На всякий случай, расстояние по Ливенштейну, это количество элементарных замен, которые нужно сделать со словом, чтобы получить другое слово. Удаление одной буквы, добавление одной буквы, или замен одной буквы на другую. Иногда добавляют еще обмен двух соседних букв местами. Но проблема такой наивной идеи в том, что она наивная. Для слова колонка, которое было на слайде с популярными словами, кандидаты колонка и калинка равновероятны, что, наверное, не то, чего мы хотим. Поэтому мы взяли менее тривиальную модель, модель BrillaMura. Это в каком-то смысле обобщенные расстояния по Ливенштейну. Сейчас я объясню. Суть в том, что когда нам нужно прикинуть, насколько различаются какие-то два слова, слово, поступившее нам от пользователя, и слово, которое мы нашли в словаре, мы бьем их на какие-то более короткие фрагменты, скажем, по две, по три буквы всевозможными способами, и считаем вероятности первого фрагмента пользовательского слова перейти в первый фрагмент словарного слова, второго, второй и так далее. Эти вероятности элементарных фрагментов перейти друг в друга будут параметрами нашей модели, которые мы попытаемся обучить из наших исходных данных. Ну и потом мы все эти элементарные вероятности перемножаем, и у нас получается итоговое число, это какая-то условная величина, которую мы будем называть вероятностью того, что пользователь написал там слово x, имея в виду слово y, словарное. Ну давайте на примере посмотрим, как это работает. Вот у нас есть написанное с ошибкой слово аксессуар. С одной s. И есть словарное слово аксессуар с двумя s. Как нам посчитать по модели Брилла Мура, насколько они близки друг к другу. Мы видим, что по Ливенштейну расстояние единица, да, просто плюс-минус одна буква s. По модели Брилла Мура мы должны разбить эти слова на равное количество каких-то коротких фрагментов всевозможными способами. Ну давайте посмотрим на пример такого разбиения. Вот здесь у нас пять фрагментов, все длины не больше трех букв. И, собственно, величина, посчитанная по модели Брилла Мура, вычитается по такой формуле. Это вероятность того, что пользователь имел в виду фрагмент ak, когда печатал, а напечатал а, умноженная на вероятность того, что пользователь хотел напечатать фрагмент s, а написал ks и так далее. Ну и мы видим сразу, что это какое-то не очень удачное разбиение, потому что вот эти три вероятности выглядят для нас как очень маленькие. Часто ли вы, пытаясь написать букву а, пишете su a? Наверное, не очень. Но поскольку берется максимум по всем разбиениям, скорее всего, итоговый результат будет равен вот этой величине с более удачным разделением обоих слов на фрагменты. Видите, все буквы друг по другам, эти все вероятности близки к единице. Это единственная вероятность какого-то среднего, средней величины, которая, собственно, внесет основной вклад в итоговое число. И, соответственно, это и будет, скорее всего, наше расстояние по модели Brilla Mura. И в связи с этим у нас встает два вопроса. Как эффективно вычислить то, что я описал, и как эффективно найти вот этот топ кандидатов, зная, что процедура вычисления такая нетривиальная. Потому что мы понимаем, что если я говорю разбить слово на всевозможные фрагменты, то вы сразу понимаете, оп, экспоненциальная сложность. это не то, чтобы мы пушнули в продакшн. Но, к счастью, это разруливается алгоритмом динамического программирования, относительно несложным, очень похожим на алгоритм, которым вычисляется расстояние по Ливенштейну, если кто знает. Там два слова, между которыми мы хотим найти расстояние, выписываются, соответственно, в столбце и в строке. И мы заполняем вот такую таблицу, где каждая ячейка, например, давайте вот эту ячейку посмотрим, это то самое расстояние, но не между целиком этими словами, а между какими-то двумя префиксами, например, между префиксом chi и префиксом cheese. Ну вот, например, как бы мы заполняли вот эту ячейку в предположении, что предыдущие две строки уже заполнены. эта ячейка это вероятность того, что пользователь напечатал че, имея в виду чип. Соответственно, мы должны теперь разбивать эти два слова на фрагменты. Но мы будем бить их только на два фрагмента. Например, вот так. И, соответственно, здесь будет вероятность слова уже короче перейти в другое слово короче, которое уже посчитано в нашей табличке. А здесь будет вероятность какого-то вот этого конечного фрагмента перейти в другой конечный фрагмент, в данном случае в пустую строку, которая является параметром нашей модели. Мы их перемножаем, перемножаем еще другой вариант разбиения, снова уже вычисленное, число в табличке, параметр модели, берем максимум и таким образом заполняем эту таблицу. Теперь, что касается необходимости многократно вычислить такую штуку для многих словарных слов, эта необходимость не так страшна, потому что если мы теперь, например, захотим сюда подставить другое словарное слово, похожее, это слово пользовательское не меняется, здесь мы будем перебирать. Например, слово чиж. Мы можем заметить, что достаточно вычеркнуть только последнюю строку, а предыдущие две оставить, потому что тут ничего не изменилось. и таким образом получается, что на каждое словарное слово при грамотном порядке обхода нам нужно будет примерно одну строчку заполнять новую. И это уже довольно быстро, потому что словарных слов у нас обычно не так уж много. Если мы говорим про европейский язык, то, наверное, 100 тысяч более чем достаточно для практических необходимостей. Итого, модель ошибок у нас выглядит так. Мы должны построить из словарных слов bore. Это специальная структура данных, которая позволит нам обходить словарных слов в том самом грамотном порядке, при котором нам надо редко выкидывать много строк, при котором мы в среднем будем при каждом новом слове выкидывать одну строку и дописывать одну строку. Мы пробегаем по этой структуре данных прям честно по всем словам. Возможно, с какими-то мелкими оптимизациями. Если у слова совсем маленькая вероятность получилась, то, наверное, слова, которые еще длиннее, уже не надо пробовать, если оно уже длиннее исходного. И при этом мы составляем топ кандидатов кучей, например. Топ 100, топ 20, сколько вам нужно. И сложность всего этого дела получается пропорциональной размеру словаря и длине входного слова. Размер словаря у нас констант, на который мы в принципе можем влиять, но такая, сравнительно небольшая. Ну, длина слова обычно приемлемая. Если мы говорим про production код, конечно, стоит ее ограничить и для совсем длинных слов ничего не делать. И прелесть еще одна в том, что, конечно, результаты всего этого дела можно закэшировать, сохранить куда-нибудь в Redis и каждый раз доставать они будут актуальны в вечность, пока вы не решите переобучить всю модель целиком. Кстати, об обучении. Нам осталось определить, чему же равны вот те самые наши параметры модели, вероятности перехода фрагмента во фрагмент, вероятности того, что пользователь хотел напечатать один фрагмент, а напечатал другой. Для этого нам потребуется какое-то обучающее множество. Например, в подходе, который мы реализовывали, это был список пар, правильное слово, неправильное слово. Составить список пар такой, это, конечно, непростое дело. Собственно, он будет иметь самое большое влияние на качество нашей модели. Вручную разметить достаточное количество слов тяжело. Есть вариант брать правильные слова из какого-то настоящего словаря русского языка и искусственно в него вводить опечатки. Но такое, конечно, вы сразу делаете вид, что вы самый умный и знаете какие-то вероятности каких-то опечаток. Поэтому это, наверное, не очень интересно. Ну и простой подход, когда у вас есть много данных, вы можете просто взять корпус текстов для всех слов, посчитать частотность и сказать, типа, если у меня есть слово и к нему есть близкое по Ливенштейну достаточно, там, плюс-минус одна буква, например, другое слово, которое в 10 раз менее вероятно, то, ну, одно из них это правильно, а второе это опечатка, потому что люди часто пишут правильно и редко опечатываются. Если вы так сделаете, у вас получится довольно шумный датасет, там будут популярные прилагательные в мужском и женском роде и менее популярные типа то же самое, но в среднем роде, что-нибудь в таком духе. Но в целом будет работать, в целом на этом можно прилично обучиться. Собственно, когда у нас есть теперь множество пар, с каждой парой мы должны, давайте посмотрим на примеры пар, которые мы будем учитывать. Например, если я хочу прикинуть вероятность перехода фрагмента E во фрагмент E, то у меня есть вот такие релевантные пары, которые я бы хотел иметь в своем обучающем датасете. И нерелевантная пара специально добавил, чтобы вы обратили внимание, порядок имеет значение, что переходит. Ну, если я хочу вычислить теперь еще вероятность чуть более длинных фрагментов, то у меня остается еще меньше релевантных пар. Соответственно, когда эти пары у нас есть, мы должны из них вытащить вот эти элементарные переходы фрагмента во фрагмент. Вот опять, возвращаясь к аксессуару, с аксессуаром, мы хотим их как-то выписать друг по другам, так, чтобы максимальное количество букв соответствовало друг другу. И только подошибочными были там или другие буквы, или пустые строки, если буква пропущена. Это делается алгоритмом модификации алгоритма для построения расстояния при Винштейну, в которой вы запоминаете, как именно расставить буквы, чтобы было минимальное расстояние. И теперь, когда у нас есть вот такая табличка, такое соответствие, мы уже видим, как нам что учесть. Мы видим, что А перешла в А, К перешла в К, С перешла в пустую строку, более длинные фрагменты тоже АК перешла в АК, СС перешла в С и так далее. Вплоть до любой длинной фрагмента, какой вы хотите. Мы делали до трех букв. Ну и, соответственно, это все. То есть мы обучили, мы реализовали, знаем, что как считать. Давайте посмотрим, что получилось. Поскольку мы все обучение и построение словаря и обучение датасета проводили на каком-то корпусе текстов, которые мы взяли с нашего сервиса, в нашем случае на Joom мы взяли поисковые запросы, мы взяли комментарии и мы взяли тексты отзывов к товарам, то, конечно же, наша модель выучила все наши специфические слова. Прекрасно. Она выучила их даже лучше меня, если честно. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас знает как правильно написать кигуруми или каникалон. Прекрасно, человек пять я вижу. Кому интересно, кигуруми это такая японская пижама во весь рост в виде животного или персонажа, а каникалон это искусственные яркие разноцветные косички, которые надо вплетать в волосы, чтобы у вас были классные разноцветные косички. И модель ошибок в принципе поняла, что надо делать. Это логарифмическая вероятность, посчитанная по модели. Зеленые это правильные ответы. Мы видим над ними в топе, конечно, неправильные ответы, потому что это довольно частые опечатки от пользователей, и они попали в наш шумный словарь. Но это не страшно, потому что у нас есть еще модели языка. В целом, если у нас в топ 5 или топ 10 входит наше правильное слово, это очень хорошо, это значит, скорее всего, мы справимся и справимся правильно. Но минусы тоже есть. Собственно, главная сила является главной слабостью. Это довольно специализированная модель. Если я возьму непопулярные слова на Joom, а популярные слова на нашей конференции, то, скорее всего, я получу не очень убедительные результаты. И, собственно, так оно и есть. К сожалению, пользователи не ищут на Joom Clickhouse пока что. Ну, что с этим можно поделать? Мы видим, что логарифмические вероятности сразу стали резко меньше. Они были порядка 4-5 стали порядка 30-ти. И идея, которая напрашивается сама собой, это ввести какой-то порог, что если у нас нет кандидатов выше этого порога, то, значит, не получилось. Не судьба. Совершенно работающая идея. Примерно так мы сделали. И в модели языка тоже можно будет так сделать. Ну, и перейдем собственно к модели языка, которая будет исправлять то, что мы наворотили с шумными данными в предыдущей модели. В модели языка нам нужно оценивать уже целые фразы. Насколько они похожи на правду. Насколько вероятно, что пользователь хотел именно это. То есть нам будет нужно вычитать какую-то величину, которую мы будем называть условной вероятностью использования фразы в целевом языке, для которого мы обучаем это все дело, в русском нашем случае. Ну, и первое, что здесь делается, чтобы упростить это все, это переписывается вероятность всей фразы в виде вот такого произведения условных вероятностей. Значит, это слова. Вот их конкатинации я обозначаю фразу, соответственно, это вероятность безусловной фразы, то есть просто какая-то абсолютная вероятность того, что фраза используется в нашем языке. Типа, что ой, я хотел сказать случайную фразу и сказал эту. Примерно так. Это условные вероятности. Вероятность того, что вы хотели сказать только одно слово, вероятность того, что вы хотели сказать второе слово при условии, сказали первое и так далее. И И следующим шагом это упрощается, исходя из предположения, что на вероятность сказать какое-то определенное слово, которое вы хотите сказать, больше влияют слова, которые вы сказали недавно, чем те, которые вы сказали давно. Вот, например, в нашей модели мы предположили, что давайте просто считать, что только последние два слова влияют. Короткая память алгоритма на слова, но результаты получаются в целом неплохие. И сейчас я немножко скажу чуть позже, почему нельзя просто взять и из идеалистических соображений сказать, что пусть 10 слов влияют. Значит, пусть два. Что нам с этим делать? Вот эту условную вероятность мы можем легко оценить через встречаемость соответствующих фраз в тексте. Вот это у нас вероятность, что вы скажете раму при условии, что вы уже сказали, что мама мыла. Она довольно велика в русском языке. Ну, мы можем взять опять-таки наш корпус, посчитать в нем уже статистику по энграмам, по целым фразам, вплоть до какой-то длины. В нашем случае нам нужны длины три. И поделить, сколько раз в этом языке вы говорили мама мыла раму, на сколько раз вы говорили мама мыла. И тут вылезает валидный подход, хороший, собственно. Но вылезает проблема, что если вдруг в нашем корпусе нигде не встречалась вот эта длинная фраза из трех слов, то результат равен нулю. Но правильно ли это? Можем ли мы какое-то число лучше выдать? Потому что если мы не можем, нам нужен какой-то бесконечный корпус текстов, чтобы он не пропускал вот такие вот случаи. Ну и для решения этой проблемы используются довольно уже нетривиальные техники сглаживания данных. Ну, здесь несколько из них, которые есть в литературе. Мы попробовали оба. Ступид бэков – это самый простой, который можно придумать. Он работает только если у вас очень много данных. Ну, как у Гугла, например, в чьей статье это ввели. Князерный смуфинг – это более state-of-the-art подход. Более сложный, поэтому я не буду его рассказывать. Много формул. Много. Ну и нам осталось… Мы уже незаметно обучили модель языка. Да, я упомянул скользь. Мы взяли корпус, посчитали встречаемости всех фраз. И теперь мы умеем считать вот эти условные вероятности. И из них умеем составлять вероятность целой фразы. Осталось соединить это с моделью языка. Модель языка у нас, как мы помним, выдает нам еще на каждое отдельное слово вероятность того, что вот этот к нему кандидат в исправление имелся в виду. Вот эти вероятности мы тоже не выкинем. Мы их учтем, потому что они отображают то, насколько вообще кандидат, вот это слово «кандидат» далеко от пользовательского. Потому что, наверное, если пользователь ошибся в 10 буквах, то даже если такая фраза очень вероятная, мы не хотим на нее исправлять. Поэтому мы будем перемножать вероятность фразы на вероятности отдельных слов. И у нас получится вот какой-то итоговый скор фразы со всеми словами, замененными на какие-то конкретные уже кандидаты из словаря, которые мы можем посчитать и по которым мы будем ранжировать ответы. Ну и тут есть такой подход, что можно, если вы считаете, что какая-то из двух моделей перформит лучше, чем другая, что она лучше обучилась, как-то просто у вас более удачно с ней получилось, то можно в соответствующую вероятность возвести в какую-то положительную степень, и тогда ее вклад будет больше в ответ. И, например, мы так делаем с моделью языка, мы возводим ее в степень что-то типа 5, и у нас за счет этого немножко нивелируются вот эти эффекты шумной модели ошибок, которые выдает нам ошибочные слова. И нам осталось теперь, когда мы умеем считать скор всей фразы со всеми словами, замененными на словарные слова, найти лучшую. У нас для каждого слова есть сколько-то кандидатов. Ну, это обычно какая-то константа одна, штук 20, например. Если слов много, то всевозможных фраз можно составить 20 в степени количества слов. Это много. Но за счет того, что мы упростили все до двух последних слов, мы можем заметить, что вот в этой формуле, если я хочу максимизировать ее по катому слову, мне достаточно помнить, знать только, какие предыдущие два были оптимальными. А предыдущие два, у них всего 20 в квадрате вариантов, если у меня на каждое слово было 20 кандидатов. Поэтому вычисление максимума вот этого сводится к еще одному алгоритму динамического программирования со сложностью n квадрат k, где n – это количество кандидатов. То есть мы идем и каждый раз помним типа топ n квадрат вариантов. Ну, например, мы начали. Мы хотим подобрать наилучшее первое слово, но у нас n кандидатов, и мы не знаем, какой из них самый классный, потому что может быть тот, который в самом низу, круто сочетается со вторым словом, и его нельзя выкидывать. Окей, оставим их все, все n штук. Дальше. Хотим второе слово выбрать. У нас есть n вариантов предыдущих слов, n вариантов вторых слов, n квадрат разных комбинаций. И мы опять не знаем, какой из них лучше всего оставить. А вдруг какая-то комбинация, которая все еще не очень, с третьим словом круто засочетается. Поэтому мы помним все n квадрат. И вот когда мы уже оптимизируем третье слово, у нас получится n куб вариантов. Из них мы можем оставить только варианты с разными последними двумя словами. То есть у нас будут кандидаты с разными последними двумя словами и варьирующимся первым, и вот по ним надо взять максимум. И поэтому на каждом шаге у нас будет оставаться n квадрат фраз кандидатов. И алгоритм поэтому работает довольно эффективно. В целом модель языка – это ни разу не узкая часть. Самая узкая часть – это модель ошибок, в которой мы пробегаемся по словарю. Здесь все быстро, классно, можно не переживать. Ну и что касается того, что у нас в итоге получилось. Во-первых, как у нас это в итоге получилось? Мы готовили данные на питончике в Юпитере на выделенные машинки для ML с большой оперативкой. Реализовали применение моделей с уже посчитанными параметрами на Go. Сделали gRPC сервис на нескольких машинах в разных availability зонах нашего дата-центра. Навесили на это все кэширование в Redis. Вернее, на модель ошибок, потому что она самая медленная. Ну и благодаря дополнительному кэшированию на стороне поиска получили в целом средний RPS. То есть в части архитектуры у нас сейчас с нагрузкой нет никаких проблем. И мы провели АБ-эксперимент. Если на всякий случай мы выделили какие-то группы наших пользователей. По-моему, по 10% пользователей одних взяли за бейзлайн, другим подключили исправление опечаток вот этим сервисом и посмотрели, что у нас улучшилось в группе, в которой мы исправляем опечатки. Ну, в ней стало в два раза меньше пустых выдач, 5%. Я считаю, что это хорошо. Оставшиеся 5% это в основном даже не столько ошибки-опечатки, сколько уже идут товары, которых просто нет у нас на платформе, например, по всяким юридическим причинам. Денежные метрики. GMV и revenue. Это суммарная стоимость проданных товаров и наша суммарная выгода. не изменились статистически значимо, что несколько удивительно, по крайней мере, для большинства людей, которым я показывал этот доклад. Но у нас улучшились UX-метрики, сократилось время до покупки после поискового запроса, в принципе, чуть-чуть сократилось количество поисковых запросов, то есть пользователи стали находить то, что они ищут быстрее. И примерно 5% GMV, то есть 5% денег, перетекло из запросов без ошибок популярных в запросы, которые исправил опечаточник. То есть реально мы видим, что пользователи стали быстрее находить то, что нужно, покупать это примерно с такой же частотой. Ну, можно предположить, что у нас преданные пользователи, которые, когда видят пустую выдачу, думают, как исправить запрос, чтобы все-таки найти. Ну, к вопросу о том, насколько заинтересован пользователь, который уже пошел в поиск. Ну, и, конечно, я, наверное, должен сказать, что на этой работе не закончено, и что еще бы я сделал. И хочу сделать. И, скорее всего, сделаю. Конечно, мы хотим сделать переобучение модели. Модель обучается на пользовательских данных, которые я упомянул, запросы, отзывы, которые постоянно появляются новые в довольно большом количестве. Модель на них переобучать было бы хорошо, ну, во-первых, потому что есть надежда, что у нее станет лучше качество. Во-вторых, потому что мы рискуем пропустить какие-то тренды, очередной каникалон, про который мы ничего не знаем, а пользователи знают. Поэтому в идеале, конечно, хорошо бы организовать регулярный процесс для переобучения. Это сложно. Это нужно делать валидацию, какую-то нетривиальную, но нужно. Далее мы, конечно, хотели бы сделать модель на других языках. Это сейчас был только русский, а у нас много языков. у нас много покупателей в Европе и много покупателей в Таиланде. Тайский язык это совершенное чудо для русского глаза. Там даже нет пробелов в том понимании, в каком они, в каком оно есть у нас. Это все поэтому очень интересно. Еще я бы хотел, конечно, попробовать более продвинутые алгоритмы сглаживания, потому что те самые статистики использования фраз в корпусе, о которых я говорил, у нас получились довольно шумными, потому что корпус все-таки не гигантский, все-таки это не Google. Кстати, именно по этой причине я не могу просто взять и вместо трех слов использовать, например, пять, потому что данные по пяти словам будут супершумные и, скорее всего, все станет только хуже. И, конечно, недостаточно ресерча я успел сделать на тему классификации исправлять, не исправлять. Я говорил, что сейчас у нас есть просто порог. Если фраза кандидат имеет вероятность выше этого порога, то мы ее берем. Если ниже, то нет, не получилось исправить, оставляем, что пользователь ввел. А вообще это довольно серьезная тема. В статье специалистов из Google описывается целый классификатор для каждого слова, решающий, надо его исправить или нет, обучающийся, причем на каких-то фичах Google невероятных, которых у меня нет. Поэтому в эту сторону, конечно, хорошо было бы копнуть. Но если вы можете еще что-то предложить, то, пожалуйста, сделайте это, как только я закончу доклад. Это почти сейчас. Значит, ну, несколько статей по теме, из которых в значительной мере были подчеркнуты те подходы, которые мы использовали. Презентация будет выложена, вы сможете посмотреть их там. Спасибо за внимание. И одну секундочку, традиционный hiring call, мы нанимаем бэкэндеров, ML-щиков, мобильных разработчиков, подходите к нам на стенд, общайтесь с нашим head of recruitment, который там героически дежурит. Да. Привет, спасибо за доклад. Есть несколько вопросов. Первое, это про модель ошибок и генерации кандидатов к моделям ошибок. Я так понял, что это достаточно трудоемкий процесс у вас, и почему вы не использовали какие-нибудь механики, алгоритмы в виде сим-спел, который базируется на том же Ливенштейне, у него подход заключается в том, что там используется только удаление слов, за счет этого генерация кандидатов происходит намного быстрее. Слов или букв? Букв, да. Вот, это первое. Ну, то есть, почему именно ML вот в этой части? То есть, там, в принципе, же можно посчитать вероятности перехода одной буквы в другой, просто имея корпус. И второй вопрос, это как вы боретесь с такими ситуациями, когда у меня есть фраза, например, фраза «корм для кошек», вероятность слова, ну, у меня, предположим, что в одном, не знаю, в слове «кошек» есть ошибка, да, вот, и у меня вероятность слова «корм для» и «для кошек», она будет очень сильно смазана за счет слова «для», потому что «для» практически, ну, со множеством слов оно прекрасно сочетается, то есть, это такие предлоги частицы, которые, ну, просто с охрененным количеством слов сочетаются, и у меня, например, будет кандидат «ножек», и у меня получится «корм для ножек», ну, потому что просто слово «ножек» встречается в корпусе чаще, чем слово «кошек». Понятно, непонятно, может, сложно, как я объясняю. Я понял, сейчас я отвечу. Ну, сначала насчет первого вопроса. Ну, этот подход, который я использовал тут, он считается, ну, понятно, довольно таким «софистикейтед», он больше может выучить, а гипотетически я могу получить на нем лучшую точность. «Симспел», если честно, не пробовал, вот, конечно, было бы интересно. Ну, вообще считается, что вот за счет именно того, что он перебирает все кандидаты, ну, относительно быстро, и умеет вот целые фрагменты учить, теоретически он должен приводить к лучшим результатам. Например, если мы исправляем незабвенное «тся-тся», то пропажа мягкого знака во всем языке, это, наверное, не очень вероятное исправление, а «тся-тся» более вероятное. То есть там примерно такое соображение, почему надо делать так. Я так понял, что вот тот «т рай», который на выходе получается, по которому генерятся кандидаты, там в каждой, ну, то есть у меня есть исходное слово, и я генерю, ну, типа вхожу в это слово, иду по этому «т рай» и генерю с учетом вероятности перехода из одного состояния в другое, правильно? И таким образом набираю кандидатов, то есть вот таким способом. Но ведь это же, ну, то есть те же вероятности можно на тот же «симспел» переложить, это будет в несколько раз быстрее. Может быть, я не пробовал. Понятно. И по поводу второго вопроса, интересно. «Кошек», ну, там модели построены так, что теоретически это все компенсируется. То есть на самом деле, если мы говорим про «для», «для ножек», я не думаю, что это сильно более вероятная фраза, чем «для кошек». Нет, это просто конкретный пример. то есть любой практически предлог, это он очень высокочастотный в словаре, если мы разбираем фразы, например, на биграммы слов. Да, но, к счастью, у нас не так уж много осмысленных слов, которые похожи на предлоги в русском языке. Окей, ладно, спасибо. Спасибо. Так, я помню тут. Я еще тут. Спасибо за доклад. Интересно, как вы боретесь со стюпидами. Короче, если поискать на джуме золотое кольцо, но он подмешивает, очевидно, золотое, и кальций, вот, как вы трекаете такую тему, ну, типа, быстро фиксите, как, и как, типа, как это фиксить нормально? Ну, мы не быстро фиксим, мы не выслеживаем, кто там что ввел в поисковых запросах, да, и не сталкерим вас на эту тему, просто пользователи не так уж часто, на самом деле, ошибаются, это где-то 1% запросов, очень сильно смазывает распределение запросов с аджест, который правильный, пользователи имеют надеть, что кликать на него, поэтому вот такие запросы, они имеют не очень большое значение на overall, GMV и какие-то метрики, да, то есть мы стараемся вот решить эту проблему системно, но вот конкретные запросы не трекаем, а кольцо в кальций, это потому, что он пробует поискать, наверное, еще по переводу на английский язык, по описаниям товаров на английском языке, и, видимо, переводчик, он кольцо превращает в кальций. Ну, короче, типа, качество вы особо не трекаете, да, получается, вы надеетесь на статистику, правильно? Ну, мы трекаем его, но я же говорю, вот эти запросы с ошибками, они не очень чистые, поэтому они на самом деле не так сильно влияют. У нас есть проблемы с качеством на безошибочных запросах, и мы с ними тоже боремся. Понял. Окей, и еще сильно ли заэффектила эта перформанс или не особо? Поскольку везде все кэшируется, перформанс не очень сильно заэффектил. Окей, и сколько стоило по времени разработки все это дело? Ну, это был месяц работы меня, от начала ресерча до АБ-теста. Понял, спасибо. Так. Спасибо, доклад Огонь, интересная реализация спеллчекера. У меня вопрос, как вы проводите токенизацию изначальной поисковой фразы? Там же может быть много нюансов, там разбивать по точкам, не разбивать, всякие особые знаки перепинания, специфика, в общем, как вы это делаете? Вам во всех деталях, если честно, во всех деталях не помню. Ну да, там сделаны какие-то какие-то вот такие мелкие вещи, сколько-то в каком-то количестве реализованы, но я не могу сказать, что есть какая-то системная идея, по которой я сделал, потому я не совсем понимаю, как ответить, кроме как показать. Интересно, а считаете ли вы false positive в срабатывании вашего спеллчекера? Да. Какой процент? Ну, чтобы, когда это все выехало, у нас не поехали запросы, которые нормально работают, мы собрали несколько вручную датасетов для проверки, мы собрали из топа запросов с пустыми результатами, из топа запросов по деньгам, то есть хороших, и собрали просто случайную выборку из всех запросов вообще, ну и на хороших запросах из ошибочных, там что-то типа 99 с чем-то процентов получилась точность, то есть там все хорошо, а на запросах, которые без покупок, что-то типа по-моему 90 какая-то такая цифра, но поскольку там, если что-то написано правильно, а 0 результатов, то это что-нибудь, чего у нас нет, мы не стали сильно переживать. Понятно. И последний вопрос. В вашей модели вы используете модель языка и модель ошибок, и соответственно получаете две вероятности и перемножаете их. И у них есть свои веса. Как вы высчитываете эти веса? Эмпирически. Спасибо. Спасибо за доклад. Есть такой вопрос. Если будет, появится продавец, который начнет продавать, скажем, очки вертикальной реальности, которые не укладываются в вашу модель языка, можно ли будет его найти? Попадет ли он выдачу? Ну, его можно будет найти по очке реальности, скорее всего. То есть по полной фразе он не попадет? Ну, у него будет не очень высокий, скорее всего, ранг из поискового движка, потому что среднее слово у него не будет, потому что она исправится вне то. Ну, как бы, это маловероятно. Еще один вопрос. Используете ли вы исправление ошибок для продавцов? То есть если в самом объявлении будет ошибка? Нет. Или премодерация какая-нибудь есть? У нас есть премодерация, да, на все товары, они проходят ручное одобрение, еще сколько-то этапов каких-то автоматических проверок. Название там на английском, и они переводятся автопереводчиком на все остальные языки для пользователей. И автопереводчик там в общем-то в значительной мере делает нормально. Спасибо.